МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина дня в репортажах журналистов МТК-видео на Магданском телеканале. В этом выпуске. Магаданцы, которые получают ежемесячные выплаты и средств материнского капитала, до конца года должны перейти на карту МИР. Студентам, которые питаются в столовой СВГУ, возместят расходы. Магаданцев приглашают поучаствовать в эко-диктанте. Стартует акция 15 ноября. 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Магадане выявлено за сутки. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области на COVID-19 обследовано 94 989 человек. За весь период пандемии заболели 4885 человек. С выздоровлением выписано 3545 колымчан. Роспотребнадзор напоминает о том, что необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты. В общественных местах надевать маску, перчатки и пользоваться антисептическими средствами. Также после посещения мест с большим скоплением людей необходимо тщательно мыть руки с мылом. Соблюдение этих профилактических мер поможет снизить риск заболевания COVID-19. В Магадане открыли фотовыставку «Россия. Полет через века». 36 работ от фотографов всей страны размещены на первом этаже в зале спорткомплекса «Металлист». Проект организован по инициативе правительства Российской Федерации, цель которого – показать многогранность, жизнь страны и ее жителей глазами профессионалов и любителей пофотографировать на подручную камеру. Работ было сделано очень много. И также можно, ознакомившись с теми работами, которые здесь находятся, можно зайти на сайт, посмотреть огромное количество работ. Выставка пройдет в 85 регионах Российской Федерации. Она уже проходит. И мы надеемся, что люди, посетив выставку, захотят увидеть это вживую, со временем посетить и, безусловно, посмотреть своими глазами на те прекрасные места, на тех людей, которые нас окружают. Фотовыставка «Россия. Полет через века» продлится месяц до декабря 2020 года. Каждый желающий может прийти в спорткомплекс «Металлист» бесплатно и полюбоваться фотографиями о жизни, истории и красивых уголках России. Магаданцы, которые получают ежемесячные выплаты и средств материнского капитала, до конца года должны перейти на карту МИР. С 1 января кредитные организации обязаны будут зачислять социальные выплаты, только на определенную платежную систему. Такие требования не действуют на тех граждан, кому деньги приходят на счета без использования банковских карт или доставляются почтой России. Заявление на выплату из средств материнского капитала можно подать в любое время в течение трех лет с момента появления ребенка в семье. Однако не все имеют такое право. Кто имеет право на эту выплату? Кто ее получает? Это семья, в которой средний душевой доход на каждого члена семьи, доход, составляет менее, чем два прожиточных минимума трудоспособного населения, установленного в каждом субъекте Российской Федерации. Он в каждом субъекте свой. То есть в Магаданской области семья, у которой есть право на материнский капитал, и ее средний душевой доход составляет меньше, чем 41 600 рублей на каждого члена семьи, она может принять решение и направить свой материнский капитал на свои повседневные нужды. Выплату устанавливают по заявлению. Размер выплаты – прожиточный минимум на ребенка. У каждого региона он свой. На Колыме – 21 052 рубля. При обращении в первые полгода выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления малыша, и семья получит средства за все прошедшие месяцы. Если обратиться в пенсионный фонд позже установленного времени, деньги будут перечислять со дня подачи заявления. Период предоставления такой выплаты – один год. После истечения срока нужно повторно обратиться в органы ПФР. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой сейчас действует беззаявительный порядок продления. Но, опять же, эпидемиологические обстоятельства сейчас. Мы уже не отмалчиваемся. Если видим, что истек период определенный, звоним и по телефону с семьей согласовываем. Продолжается эта выплата, либо нет. Составляется акт, и уже на основании акта, если семья согласна продолжать, то еще на один год устанавливается такая выплата за счет средств материнского капитала. Такой порядок действует на семьи, в которых ребенок достигает одного или двух лет в период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года. Обращаться в ПФР таким семьям не нужно. Акт согласия на продление выплаты будет оформлен специалистам ПФР дистанционно, по телефону. Напомним, родители, которые получают такую выплату, уменьшают общую сумму материнского капитала. 5 тысяч рублей в месяц вернут студентам Северо-Восточного государственного университета за питание в столовой. Такая акция распространяется только на студентов бюджетной формы обучения. Ребятам необходимо сохранить все чеки и приложить их к заявлению о возмещении расходов за питание на имя ректора университета. Заявление о возврате средств студенты могут написать в деканате своего факультета. В нашем университете используется много форм социальной поддержки студенчества, в том числе такая, как возврат потраченных на питание средств в столовых университета. Сделано это с одной целью, чтобы наши студенты, которые действительно в этом нуждаются, могли до 5 тысяч в месяц тратить на питание, и мы возвращаем эту сумму. Прежде всего, такая акция на питание – социальная помощь в дополнении к стипендии. Следует учитывать, что многие студенты приехали из других регионов страны. Они имеют разный уровень достатка, а некоторые – из неполных семей. Поэтому все они нуждаются в такой форме поддержки. По словам Романа Корсуна, средства у вуза на помощь есть. Поэтому все студенты-бюджетники имеют право на такую поддержку. Смёд и сбор мусора, а также подсыпка песка соляной смеси. Сотрудники Галут работают по основным городским маршрутам. Автогрейдер срезает накат и расширяет проезжие части на улицах Колымска и Берзина, Колымском шоссе. С этих участков дорог вывозят снег. Работает 13 единиц спецтехники предприятия. Санитарную уборку в парках, скверах, на площадях осуществляет комбинат зелёного хозяйства. Рабочие также ведут расчистку лестниц, тротуаров, переходов, межквартальных проездов от снега, их подсыпку противогололёдными материалами. Кроме того, комбинат зелёного хозяйства расчищает пути к контейнерным площадкам многоквартирных домов, пищеблокам образовательных учреждений. Магаданцев приглашают поучаствовать в эко-диктанте. Стартует акция 15 ноября во Всемирный день вторичной переработки отходов. Это ежегодный проект, который направлен на популяризацию экологических знаний среди различных слоёв населения, а также для профилактики экологических правонарушений. Проверить свои знания в этой области магаданцы смогут онлайн через портал ecodictant.rus. Для участия нужна регистрация. Проект реализуют в рамках Всероссийского сводного календарного плана мероприятий по экологическому образованию детей и молодёжи. В областном центре Колымы подвели итоги конкурса «В ритме жизни». Всего в состязании поучаствовали магаданцы в возрасте от 14 до 30 лет. Целью акции являлась популяризация ЗОЖ среди жителей столицы Колымы. Проводили конкурс в рамках городской акции «За здоровый образ жизни». Организаторы – специалисты Управления по делам молодёжи и связям с общественностью мэрии Магадана. Управлением по делам молодёжи и связям с общественностью мэрии города Магадана было проведено городской конкурс в ритме жизни. Участвовали разные заведения, учебные, то есть детские сады, школы. Было подано более 15 заявок. Был отбор у нас жёсткий, потому что количество заявок было большое, поэтому нужно было выбирать отдельно победителей, отдельно лауреатов. Марчикан, а ты о нём знаешь? А я здесь родился. Многие думают, что это криминальный район и здесь нечем заняться. Я думаю иначе. Конкурс проводился по двум категориям – молодёжь и юниоры. Представители молодёжи – участники в возрасте от 18 до 30 лет, юниоры – от 14 до 17. Было два направления конкурса – видео и графика. Участникам было необходимо сделать видео на тему здорового образа жизни. Каждой номинацией наградили победителя, лауреата и финалиста. В подведомственных учреждениях Магадана провели контрольные мероприятия по соблюдению обязательных мер предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. На территории области действует постановление регионального правительства номер 458, где установлен перечень противоэпидемиологических мер. Ношение маски, соблюдение дистанции и остальные требования постановления проверила контрольная комиссия, в состав которой вошли представители регионального министерства образования. В списке контрольного выезда «Магаданский промышленный техникум» его филиал в поселке Ола – колледж экономики и сервиса. Созданы рабочие группы, которые проверяют подведомственные учреждения по соблюдению режимов мазочных, печаточных и так далее. То есть соблюдение требований, которые прописаны в указе с последними изменениями, то есть усиление мира и прочее остальное. Сегодня мы посетили учреждение «Магаданский колледж экономики и сервиса». В принципе, замечаний существенных нет, мелкие, небольшие недоработки есть, которые, в принципе, устраняются, в общем-то, по ходу даже проверки. Сегодня же у нас тоже проверка еще и в «Магаданском политехническом техникуме». Вчера мы проверяли Ольский филиал политехнического техникума и промышленный техникум. Там тоже замечаний, в принципе, таких особых нет. При входе в учреждение проводится термометрия. Помещения оборудованы рециркуляторами воздуха. Каждые два часа проводят влажную уборку в коридорах и кабинетах. Протирают дезинфицирующим раствором ручки, дверей, перил. Контролируют соблюдение масочного режима. Все соблюдают масочный режим, то есть и преподаватели, и студенты. Студенты, дети-сироты обеспечиваются нами масками. Дети ОВЗ, которые тоже обеспечиваемые, малоимущие, если таковые есть у нас, мы тоже им обеспечиваем масками. Вся остальная, другая категория студентов, масочный режим соблюдают самостоятельно, то есть с помощью родителей ведутся закупки. В ходе проверки грубых замечаний не было. Все работают в порядке предписанных правил. Кроме образовательных учреждений, на территории Магадана проверяют все общественные места. Сотрудники УМВД и МЧС России по Магаданской области на постоянной основе контролируют выполнение мер по предотвращению распространения инфекции в торговых центрах, маршрутных такси, точках общепита. Нарушителям грозит как предупреждение, так и протокол с административным штрафом. Редактор субтитров А.Семкин